Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами просто бомбическим рецептом. Мы будем готовить жареную фунчозу в устричном соусе. Очень быстро и очень-очень вкусно. Нам понадобится 100 грамм фунчозы, 200 грамм мякоти говядины, 1 болгарский перец, 2 куриных яйца, 1 морковь, 2 зубчика чеснока. Понадобится растительное масло для жарки, 100 грамм устричного соуса, кунжут и небольшой пучок любимой вашей зелени. Начинаем готовить. Заливаем фунчозу горячей водой на 6 минут. Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и фунчоза наша готова. И теперь нужно ее разрезать на 3-4 части. Болгарский перец моем, убираем из него все ненужное, перегородки и плодоножку, и нарезаем соломкой. Вот такой вот тоненькой. Смотрите, как делаю я на видео. Теперь нам нужно почистить морковку и также нарезать ее соломкой. Делайте это любым удобным для вас способом. Я буду делать это ножом. Можно также воспользоваться теркой для корейской моркови. Мясо нужно также нарезать соломкой. У меня это филе говядины, но такая фунчоза очень вкусно будет сочетаться и с курицей, и тем более с свининой. Выбирайте мясо по вашему вкусу. Мясо мы нарезали. Теперь чистим и измельчаем 2 зубчика чеснока. И теперь мелко нарезаем пучок зелени. Берите любую зелень, которую вы любите. У меня это немного зеленого лука, петрушка и укроп. 2 куриных яйца вбиваем в мисочку. И взбиваем их с помощью вилочки либо венчика. Добавляем масло на раскаленную сковородку и жарим наш омлет с двух сторон до готовности. Готовый омлет нарезаем крупными кусочками. Все заготовки у нас готовы, и теперь будем быстренько собирать нашу фунчозу. Раскаляем растительное масло на сковороде. Отправляем туда говядину и обжариваем примерно 2-3 минуты до практически полной готовности. И теперь отправляем на сковородку все овощи. Багарский перец, морковь и чеснок. Все перемешиваем и обжариваем все вместе еще одну минуту. Теперь добавляем устричный соус на сковородку. Отправляем на сковородку фунчозу и нарезанный кусочками наш омлет. Все очень-очень тщательно перемешиваем. И снимаем сразу с плиты. Наше блюдо готово. Выкладывайте на тарелочку, зовите всех к столу и получайте заслуженные комплименты. Блюдо получается невероятно ароматным, красивым, ярким, насыщенным. Посыпаем кунжутом и обязательно посыпьте свежей зеленью. Это не обязательно, но будет круто и очень вкусно, если вы так сделаете. Вы только гляньте, какая красота получилась. Как нарядно смотрится. Такое блюдо можно подавать и в холодном, и в горячем виде. И даже на праздничный стол, а не только на повседневный. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. Если вам понравился мой рецепт, буду очень благодарна за лайк, либо комментарий. Подписывайтесь на мой канал, у меня будет еще много интересного и полезного. Всех обняла и поцеловала. Всем пока!